А вы знали, что теперь открывать коробки танков можно круглый год? Вот гол.ру дает такую возможность всего за 99 рублей. В каждой коробке гарантированные призы, а также куча золота, танков и опыта. Вот гол.ру, гарантия золота в каждой коробке. Ссылка в описании вместе с промокодом. Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, вы смотрите выпуск шикарных позиций. Я их копил долгое время, думал, выкладывать или нет. Но все-таки я думаю, может кому пригодится, скажем так. Так что давайте смотреть. Итак, первая позиция находится на карте степи. Для быстрых маленьких танков это место подходит. Собственно, тут можно встать и начать обстреливать врагов, которые проезжают вперед. При этом зачастую это можно делать даже без засвета. Так что весьма даже выгодно. Ну и, кстати, вы можете выиграть голду в этом видео, как вот эти два моих зрителя. Также обзавестись не лишним золотом. Ну и как вы наверняка слышите, я немножечко приболел. Ну, что поделать. Все равно без контента вас не оставлю. В общем, тут я думаю, все довольно-таки понятно. То есть, главное, ну, избегать засвета, стараться наносить урод по противникам, пока они вас не видят. И также берегитесь немножечко блайндов. Если видите, что враг целится в вашу сторону, то вполне вероятно блайндом он может и попасть. В случае чего можно спрятаться за довольно большой камень. И, в принципе, данная позиция, ну, эффективна, она простая, ее можно очень часто применять на этой карте. Да, наверное, кто-то скажет, что она не совсем оригинальная. Ну, в плане того, что, возможно, ее вы знаете. Но, тем не менее, я думаю, особенно новичкам там или тем, кто не знал эту позицию, это будет полезно узнать. Далее у нас место на карте Париж. У нас тут разработчики очень так старательно сделали цирк. И рядом с ним такая вот надстройка, на которую можно залезть. Практически шикарные позиции, как раньше, когда можно было куда-нибудь залезть и оттуда обстреливать врагов. То есть, вы можете видеть преимущество, то, что вы находитесь на возвышенности и видите частично врагов, которые там около моста трутся. И это, ну, очень часто происходит, на самом деле, около этой дороги. Постоянно кто-то долазит и можно по нему так отстреляться. Конечно, позиция временная для обстрела. Также можно еще встретить какого-нибудь врага, который вот так вот заезжает опрометчиво, как эта 44-ка. Но если у вас барабан, то вы вообще без проблем разберете таким образом противника. Далее у нас место для картонной ПТ-САУ. Ну, вы наверняка понимаете, что на борща особо не поражешь и не потанкуешь. Поэтому нужно пользоваться дистанцией. Позиция находится на карте Оверлорд. И все довольно просто и понятно, я думаю. Встаете вот в этот квадрат и начинаете ждать, когда кто-нибудь из врагов засветится. Вас вероятнее всего видеть просто не будут, потому что даже при максимальном обзоре доставать вас, скорее всего, не смогут противники. Таким образом, вы сможете отсюда настреливать урон и не светиться. Ну, то есть такая вот классическая позиция для обычных башеных желательно ПТ-САУ. Ну, и желательно, чтобы кто-то поехал из союзников на этот фланг, потому что если вы видите, что там никого нету, то враги могут подъехать ближе. И в таком случае, ну, засвета не избежать. Так что смотрите сами, лучше прям впритык прижимайтесь к красной линии, чтобы расстояние до вашего засвета было минимальным. Потому что порой достаточно там чуть-чутка проехать вперед на 2-3 метра и вас уже светят враги в некоторых случаях. Ну, а так тут расстояние, вы сами видите, приличное. И враги зачастую лезут тоже там, в общем, пытаются как-то давить, подставляются. И вы сможете при этих моментах, в общем-то, наносить им неплохой урон. Ну, Борщ сам, в общем-то, тут настрелял довольно-таки много, как вы можете видеть. Я бы еще сказал бы, что данная позиция хороша тем, что вы сможете помочь союзникам, которые, ну, в общем-то, сражаются с врагами при довольно небольших силах. То есть даже небольшая группа союзников сможет сдерживать много вражеских танков при вашей поддержке, если вы будете наносить хорошо урон. Ну, и можно еще пострелять по каким-нибудь светлякам застоявшимся, такое тоже бывает, или по СТ-шкам. В общем, тут прострел довольно хороший. Далее у нас новая карта Харьков, ну, как новая, переделанная, но, тем не менее, позиций тут открылось довольно много. Но тут вы можете видеть, что довольно большие заросли сделали разработчики в квадрате Б0. И, собственно, вы можете сюда приехать на каком-нибудь быстром танке, ну, или ПТ-САУ, неважно. Собственно, отъезжаете от кустов и стреляете по тем, кто светится. Ну, можете сами подсвечивать себе, для этого подъезжайте к кустам поближе. В общем, тут вся фишка заключается в том, что когда кусты непрозрачные, тогда они закрывают вас от засвета врагов. Это стоит понимать. Да, в некоторых случаях, конечно, на данном месте наверняка делать будет нечего. Я еще сам на этой карте не так много сыграл боев. Но мне все-таки кажется, что все-таки враги рано или поздно тут будут подставляться. То есть будет прострел по врагам, и вы сможете отсюда наносить им урон. Хорошо это для таких вот картонных танков, которые, собственно, не могут там подставляться, не могут рисковать своей тушкой, потому что каждый урон по ним, собственно, это, ну, потеря ХП, это возможность того, что тебя враг подожгет, там, БК сломает и так далее. Ну, вы знаете, эти картонные танки, как они рассыпаются. Ну, а так можно будет воспользоваться своим главным преимуществом. Это, конечно, орудие, ну, и маскировкой тоже. Ну, и в этом бою конкретно Леопард очень хорошо настрелял, хотя, возможно, ему повезло. Далее у нас такая вот мини-позиция. Я бы сказал, просто увидел, как игрок действовал, и мне понравилась лично, ну, его тактика. То есть поехать в кишку и тут занять вот такое вот место. Честно говоря, я в кишку редко езжу, но данное место, в принципе, вполне даже может быть полезным. То есть поехать сюда на танки с хорошими УВН, и также, чтобы у него там башня была, не картонная, чтобы он мог танкануть хотя бы немного. И встречать, собственно, тут врагов. Ну, желательно, чтобы союзники тоже поблизости были, чтобы вас тут не раздавили. Также тут присутствуют дома, которые, наверняка, вас должны, по крайней мере, закрыть от части артиллерии. Может быть, не от всей, но арта, по крайней мере, игроку тут не кидала. Может быть, просто ему повезло, скорее всего. Ну, а так, я думаю, тут есть возможность хорошо так обороняться и при этом наносить много урона. Напишите в комментариях действовали ли вы когда-нибудь вот в таком вот духе или считаете, что это слишком опасно. Итак, дальше у нас позиция на карте Границы Империи. Мне даже пришлось гуглить, что это за карта, потому что я забыл, потому что не так часто на нее попадаю. Ну, и вы сами видите, собственно, данное место находится на возвышенности. Тут рядом камень-куст. Ну, вы знаете новую механику построения карт у Wargaming. Это камень-куст новая, как бы, сверхтехнологии добрались и до Минска. И, собственно, все тут довольно-таки ясно и понятно. То есть встаете в куст и настреливаете по засвету. Но недостатком является то, что после выстрела очень вероятен засвет вашего танка. Но зато вы хорошо обстреливаете врагов, которые находятся на горе. При этом зачастую они, по крайней мере, чаще всего не ожидают удара отсюда. Поэтому лучше сюда вставать на ПТ-САУ, который или очень там супер маскировка, или все-таки очень мощный альфа. То есть выстрел и потом прячешься, как делает это Объект 268. Мне кажется, место интересное. Я его еще записал очень давно. Ну, ничего на этой карте не поменялось со временем. Далее, последняя позиция на сегодня, тоже для ПТ-САУ. Очень простая позиция на карте Ласфель. В общем-то, встаете за эти кусты и начинаете активно настреливать урон по вражеским танкам. Ну, я думаю, тут опять-таки объяснять ничего не стоит. Наглядно все видно, что очень часто враги начинают атаковать в ущелье. И вы сможете по ним стрелять. Вы, наверное, скажете, что тут видык шанса света. Ну, данная ПТ-САУ, которая, наверное, маскировка не самая крутая, она отъехала от кустов, чтобы они не были прозрачными. И стреляет по врагам, и не светится, в общем-то. Так что, мне кажется, что не так все плохо. Ну, и на этом, наверное, я буду заканчивать. Если у вас есть какие-то интересные, нестандартные позиции, то присылайте их. Будем делать еще выпуски. Как только наберется материал, так и сделаю следующий выпуск. Ну, а пока что прощаюсь с вами. Оцените видео, пожалуйста. И спасибо всем, кто досмотрел до конца. Всем удачи!